Привет, мобильные геймеры! С вами Фликер и мы переносимся в боги арены, где у нас добавили вот такого вот нового персонажа, а именно Мулан. Относится она к героям и давайте же почитаем, кто она такая. Мулан – легендарная героиня Дальнего Востока. Она пошла воевать, чтобы спасти близких от ужасов войны. И проявила себя как умелая воительница и мудрый тактик. Мулан сражалась много лет, приняв участие в нескольких военных кампаниях, но настал день, когда она просто ушла с поля боя, не заботясь более о своей судьбе и славе. Ныне она бродит по земле в поисках искупления за несчастные, отнятые ее рукой жизни. Вот как-то так. Итак, связи, значит, у нее с Сунюкуном, ну они все-таки это, с одного места, так скажем. Далее, враги. Это у нас Дадзи. Повышает прирост ярости у воина на 10%, если мы против нее бьемся. Итак, навыки. Отвага. Все атаки. 57,5% шанс увеличить с 1% от максимального здоровья Мулан за каждую череду из 8 ударов подряд, без получения прямого удара от противника. Ммм, интересно. Горение. При любой ультра 28,75% шанса наложить на врага горение. Враг будет наносить самому себе 10% урона при каждом попадании. Горение длится 8-15-20 секунд в зависимости от использованной ультра-атаки. И броня. При получении удара 5,3% шанса снизить урон врага на 15% на 8,6 секунды. Итак, секретный навык. Искра. Легкие средние атаки. При четвертой легкой атаке в комбо активируется искра. При второй средней атаке в комбо слои искр взрываются, нанеся % дополнительного урона за каждый слой и накладывается проклятие. Накапливается до двух слоев искр. Короче, надо вначале попробовать 4 атаки легкие нанести и 2 атаки средние. И посмотрим, что из этого получится. Так. Давайте мы ее, наверное, немножечко прокачаем. До следующего, так скажем, ранга практически. А может быть и не получится, не знаю. Вот так вот она. Ха! И, конечно, мне не терпится посмотреть на ее... Самый крутой прием. Третий. Ха! Вот так вот она орет. Да, конечно. Доска. Доска Мулан. Груди нету. Отсутствует грудь. Так. О, отлично. Вот мы ее и прокачали. До следующего ранга. Дальше только нектар нам нужен. И если у меня этот нектар, честно говоря, не помню, продолжить. А нектара у меня нет. Значит, надо будет его добывать, по-моему, в четверг или в среду. Не помню. Ну все, давайте перейдем в особые акции. Здесь у нас, конечно же, путь дракона, который я последнюю большую карту прошел на 100%. И далее у нас вот рекомендуемая сила 2000. Давайте возьмем среднюю карту. Возьмем вместо Соню Куна как раз муланищу нашу. Где наша мулан? Мулан, ты где? Вот она. 449 и 452 стало. Да нет, Клеопатру я не хотел. Вау, трехзвездочный, двухзвездочный у меня еще Талос из преисподней откуда-то появился. Не помню, чтобы я ее выбивал. А, хотя я самую маленькую карту уже проходил. Так что все понятно, откуда он у меня. Ну что, ренимся в бой и после обязательно отправимся в храм и попробуем открыть сферы этой красотки. А сейчас мы будем биться против Дадзи, против которой у нас будет прирост ярости. Да, зато у нее, блин, 669 мощи стало. Ну давай, блин, забыли мы посмотреть на ее. Так, тихо, 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 красотка. Так, значит, искра горения у нас была и тут же пропала. Эй, тихо, тихо, тихо. Дадзи, успокойся, мы же с тобой с одной деревней. Ты че, девчонка? Да, походу у нас сейчас мулан отхватит вообще по-жесткому. Но вот второй приемчик мы все-таки успели посмотреть. Там у нас появилась искра и сейчас нам Дадзи, наверное, наваляет. Но может быть и не наваляет. Тихо, тихо, дурочка. О, черт. Да. Слабенькая, слабенькая у нас мулан оказалась. Но ничего, мы сейчас ее оживим. Ой, блин, что-то я взял среднюю амброзию сразу так, не посмотрев. Давай, давай. Я верю в тебя, мулан. Ты должна побить эту лисичку. Давайте посмотрим, как она появляется. И, кстати, смотрите, как раз Китай, все дела прям. Ну, ничего так, ничего так. Девка против девки. Ну, я тебя сейчас наваляю, рыжая. Ты думала, просто так отделаешься от меня? Фигаси. Ты, 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 тихо, тихо, ты успокойся-ка, давай. Давайте первый прием посмотрим. Вот так вот она пышет огнем. И еще хотелось бы, конечно, третью ультру посмотреть. На тебе, в хребтину. А вот сейчас она будет использовать, скорее всего, третий прием. Ну зачем, 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 бляха, муха. Тяжко, тяжко. Да, мулан здесь слабоватенькая. Давайте завалим эту лисицу. Прометаем один удар. И все, и она сразу отбросила копытки. Эх. Ну ничего, я надеюсь, мы сейчас на какую-нибудь правильную дорогу пойдем. А вот, кстати, можно прямо пойти. Здесь как раз у нас бонус класса будет. О, мулан против мулан сейчас у нас будет. Отлично. Возьмем одну малую амброзию, а остальное долечимся панацеями. Так, еще одну панацейку. Вот так, 212. Блин, у нее мощи-то побольше. Ну, заодно проверим, на что способна наша мулан еще. Тихо, 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 успокойся, успокойся, дорогая моя. Мы с тобой сестры, е-мое. Ты что, не помнишь, что ли? Близняшки, там все дела. У-у-у-у-у-у-у-у-у-у. У тебя прям ракета какая-то. Так, давай-давай, искра это. О-о-о. А теперь третий прием, который ты фиг заблокируешь. Нормально. У-у-у-у-у-у. Бу-у-у. Прикольно, прикольно. Честно, я очень сейчас таким умиротворением наблюдал за всем происходящим. Все, мы наконец-то завалили и посмотрим на то, как она кривляется. Ну, честно говоря, чуть не удивило, не удивило. Ну, ладно. Что ж, движемся дальше, а против нас тут тень. Или, может, мумия? Нет, это тень у нас. Возьмем снова мулан, подлечим нашу красавицу. Вот радует, что в богах арены можно сколь угодно этих панацеи набирать. И, как бы, никто не будет ругаться. Если же, допустим, брать битву чемпионов Марвел, там же ограниченное количество. И все остальное собирается на складе, где тоже, к сожалению, место ограничено. Во-во-во-во. Полегче, мужик, мужик. Ты у нас... А, это у нас тень Аида. А вот тебе третий приемчик, не хочешь? Давайте я еще попробую одуплить и... Бам! И полет просто дракона. Тихо-тихо. Главное, не нападай на девушку. Сейчас он использует первый прием. А мы ему уже дальше наваляем и завалим. Отлично. Немножко золотишко. Опыты получили. Максимальный уровень я уже давно достиг. Он 60-й на данный момент. Возможно, разработчики потом сделают какой-нибудь 70-й или, может, даже 100-й сразу. Так, нет, я хочу снова взять Мулан. Давайте мы ее прокачаем. Думаю, это последний бой будет на данной карте. И отправимся в пвп-режим. Так, четыре удара мы получили. Так, теперь давай вот... Ах! Не получилось. Э-э-э-э-э, потихо. Теперь давайте среднюю атаку. Что-то у меня искра не появилась, ничего. Хотя, наверное, скорее всего нужно... Вот... Бляха-муха. Сначала раз, два, три, четыре. И теперь... Блин, не дает. Говнюк. Да что ты будешь делать? Так, я сейчас на тебе использую... О! Да он мне не дает использовать вообще приемы. Я сейчас покажу, блин. О, черт. Вот это тяжелая сейчас ситуэйшн. О, давай, нет. Черт. Наши Мулан завалила тень Юлия. Грус, печаль. Давайте будем мстить. Кем будем мстить? Дадзе, давайте. Врагу Мулана отомстим. Ну, мы сейчас быстро его вынесем. Вот и все. Справедливость восторжествовала. И мы победили. А теперь надо глянуть на нее все-таки в пвп-режиме. Что она, так скажем, покажет нам. Вау, вы видели это, да? Ну-ка вернемся обратно. Это Асирис. Круто. Скорее всего, видео выйдет в тот момент, когда я уже буду выбивать данного персонажа. Да, он относится к богам. Почему ура тогда относится к древним, блин? Круто, круто, круто. Короче, нам надо попасть в 10% лучших. Будем стараться. Перс мне интересен. Ну, а сейчас мы отправимся в пвп-режим. Один на один. И возьмем нашу Мулан. Муланушка. Где тут у нас? Вот она. Посмотрим, на что она годится здесь. Годится и годится. Так, против нас циклопы. Блин, бонус класса вообще не в нашу, так скажем, сторону. Но ничего, мы постараемся, конечно, завалить все равно его. Так, держись, Мулан, я в тебя верю. Вот так. Ух ты ее. Ты поаккуратней своей тут дубинищей. Тихо, тихо, тихо. Держись, Мулан, держись, родная. О, черт. О, хорошо то, что у нас броня появилась. Так, давай, Мулан. Дай огонька этому циклопу. Воу-воу-воу-воу. Назад, вперед. Нет, ух ты. Тихо, тихо. Только не оглушение. Хорошо, что оглушение не сработало. Да, Мулан, конечно, пока ничего, ничего так. О. Так, ну, одну ультру мы уже пропустили. Это радует. Значит, у нас есть шанс победить. А может быть и нет. О, давай, давай, Мулан. О, есть. Я успел, успел. Круто. Смотрите-ка, мы завалили. Несмотря на то, что у нас отсутствовал бонус класса, и мы вообще были в минусе по атаке и по жизням тоже. Круто, круто. Давайте перейдем в храм. Уже хочется открыть эпические сферы. Так, 14 штук. Но, по традиции, мы откроем 10 сразу. Итак, кто у нас здесь будет? Двухзвездочные. Все двухзвездочные. Вот грусть и печаль просто. Я не знаю, что делать. Ну ладно, все остальное мы оставим на потом. И сейчас давайте отправимся опять в храм. И потратим ключики. Попробуем выбить Белла. 20 тысяч ключей. Сейчас потратим, сразу же откроем. И кто у нас здесь будет? Белла, к сожалению, нет. Давайте продолжить. Еще разочек можно. Так, где у нас тут доблесть? Еще 20. Хочу получить Белла. Персонаж очень редкий. И да, вы писали в комментариях, что блин, фликер, сделай на него обзоры. Вот как раз сейчас я и хочу этим заняться. Было бы классно, если бы мне трехзвездочный или четырехзвездочный попался. И у меня уже трехзвездочный один есть. И у меня бы коронная способность открылась. Давай, давай. Ну, ну, Белл. Есть. А, черт, однозвездочный. Дубликат. Ммм, грусть, печаль, огорчение. Ну, ладно, че. Бывает, бывает. А также сейчас мы отправимся в самый-самый конец, где у меня есть Владыка Пламени. Давайте попробуем открыть вручную. И че тут у нас? Двухзвездочные персонажи, трехзвездочные... О, Прометейбл четырехзвездочный. И кто ж здесь у нас? И Политушка. Двухзвездочная, блин. Усилен секретный навык. Ну, классно, классно. Кровь полубогов нам дали. Будем потом прокачивать. И давайте же посмотрим на... Сферу Дракон. Открыть. Что ж, я думаю, можно вручную тоже открыть и посмотреть, может быть реально Мулан выпадет четырехзвездочное. Было бы очень классно, но я честно в этом сомневаюсь, потому что вот ни разу не выпадало так, что прям, блин, четырехзвездочный персонаж мне тут попадался. Пока одно лишь разочарование. Давайте пробуем и Массиниса. Двухзвездочный, скорее всего. Все верно. Закон западло. Давайте, давайте, давайте. Еще хочу одну сферу открыть. Мне нужна четырехзвездочная Мула. Персонаж мне, честно говоря, не так, чтобы прям не понравился. Он прикольный, забавный. Я думаю, кому-то будет интересно им продолжать играть. Но, я не знаю. Я, скорее всего, не буду играть. О, падший Зевс. Двухзвездочный. Ну, конечно же, скольки же еще мне могут дать из крутых сфер. Поэтому, дорогие друзья, когда вы заходите в храм, вот если есть сфера за 175, это повышенный шанс получить трехзвездочного, либо четырехзвездочного редкого персонажа. Поэтому копите именно на них лучше. О, четырехзвездочная была Мулан, и сейчас у нас богиня Афина тоже двухзвездочная. Короче, отстой, а не сферы. Даже не вижу смысла проходить данные карты, ну, если только ради двухзвездочный Мулан, чтобы потом ее применять где-нибудь в пвп-битве. Ну что, дорогие подписчики, так, давайте отправимся в Союз, глянем, что у меня там творится, если бездельники. Пока 30 из 30, значит, помощь. Сейчас мы поможем нашим друганам. Тут один чувак у меня только просится. Итак, бездельников что-то опять много появляться начало. Серик, прощай, мужик. Прощай. Так. Наем. Вот этот Зевс, отзовись, чувак. Если ты в комментариях что-то напишешь, типа, блин, фликер, это я, Зевс, короче, я очень активный. Но, судя по силе отряда, наверное, ты не особо активный. Мне нужны мощные персонажи, одно место есть. Давайте, друзья, я жду вас. Надеюсь, мы порвем потом в какой-нибудь акции альянсов. Ну а с вами был по-прежнему фликер. Ставьте большие пальцы вверх, подписывайтесь на мой игровой канал, делитесь видео с друзьями и не забывайте оставлять комментарии. Всем пока.